На самом деле, для меня это одна из самых любимых, самых интересных тем. Мне это безумно интересно, и я всегда пристально слежу за подобными новостями. И у меня есть глубокое убеждение, что, конечно же, мы не одни в космическом пространстве, которое бесконечно. На самом деле, просто, я думаю, было бы неправильно думать о том, что мы одни. Как сказала моя преподавательница философии в консерватории, она сказала, но если мы единственные во Вселенной, значит, мы ошибка природы. Конечно же, мы не ошибка, и я думаю, что, возможно, и на тех планетах, которые доступны нашему зрению, доступны нам, как бы, мы можем их изучать, и, возможно, просто мы не видим ту жизнь, которая есть. Я думаю, что есть и такой вариант. То есть они обитаемы, только для нас это не видно, и, может быть, мы как-то просто в разных измерениях или в разном времени проживаем. Поэтому не факт, что это будет точно так же, как у нас, то есть, как бы, прям вот такие, как мы, люди, и, может быть, немного другие, но даже подобные, возможно, просто все сделано по-другому. Поэтому я не удивляюсь каким-то сигналам, наоборот, мне кажется. Возможно, просто другие цивилизации знают о нас, и, может быть, не имеет смысла с нами контактировать, контактировать, потому что, как мы отреагируем, искать это одно, а найти и потом с этим жить, это уже как-то, не знаю, это уже что-то из области какого-то невероятного. Наверное, может быть, даже для нас это нашему пониманию не поддается. Не поддаются какие-то вещи, поэтому, наверное, и не стоит. Продолжение следует...